Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые зрители моего YouTube-канала. Меня зовут Апокин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. Тема сегодняшнего видео будет опять посвящена содержимому контенту на канале «Правдивая стоматология», который ведет профессор Абабмасов Николай Николаевич. Я записал накануне небольшое видео вам про «Правдивую стоматологию», и оно как-то очень было позитивно воспринято с точки зрения интереса зрителей. Оно набрало за сутки 250 просмотров. Для кого-то, для каких-то каналов, это, конечно, цифры смехотворные. Но для моего канала это хорошие цифры. Мы работаем очень узко, у нас экспертный канал, у нас не энциклопедия, все обо всем, поэтому те, кому интересно, это смотрят. И в предлагаемой выдаче ленты YouTube мне вдруг опять выкинулся по алгоритмам YouTube в следующий ролик с канала «Понятная стоматология профессора Абабмасова Николая Николаевича». Ролик, посвященный «Сломался зуб, остался только корень. Сохранять его или не сохранять?» Этот ролик длиной всего 6 минут. Там нет никакой клинической демонстрации работы. Там есть несколько фотографий. Видно, что, скорее всего, это личные фотографии врача, кто создал этот ролик. Но в эти 6 минут было вложено, помимо очень-очень скудной информации относительно все-таки восстанавливать зуб или не восстанавливать, которая на самом деле не проливает никакого абсолютно света на этот вопрос, нужно все-таки зуб восстанавливать или удалять, если отломилась коронковая часть. Но туда, наоборот, внесена очень серьезная ошибка, глубинная, фундаментальная. Я бы назвал ее диантологической ошибкой, которую совершил Валмасов Николай Николаевич вот в этом видео. Я вам о ней хочу рассказать. Дважды за 6 минут в этом видео вводится оборотом речи такая фраза, что вот вам нужно обратиться к ортопеду, потому что хирург, ну он так себе, типа, что вам этот хирург? Вот это что? Это зачем вводится дисрупция в ряды стоматологии, которая и так расчленена, разбита вот этим вот советским профессорьем, которое, значит, создало нам вот эту систему стоматологии, разделенную на терапию хирургии, ортопедию. Каким-то непонятным боком в Советском Союзе с трудом во время оттепеля возникла имплантация и ортодонтия, которые вообще были запрещены приказами здрава как ненужной дисциплины. Вот кому-то же хватило из чиновников вот этой ума на то, чтобы такие приказы в советское время создавать. И вот теперь история идет по кругу. Мы опять видим открытие окна Бертона на тему, что стоматология раздельна, что вот надо к кому нам все-таки идти, к терапевту, хирургу или к ортопеду. И идти надо почему-то к ортопеду. А почему к ортопеду вообще? Потом в этом видео присутствует посыл. Ну так что вы вот думайте, вы принимайте решение. А чем, простите, пациенту думать? На основании чего ему принимать решение? Пациенты не могут прочитать рентгеновский снимок. Они не могут его интерпретировать, построить прогноз. Решение может принять только врач относительно вот сохранять корень или его удалять. И уж точно я бы со сломавшимся корнем вообще не пошел бы к ортопеду. Вот как врач у меня произошла такая проблема, допустим. Сломалась коронка зуба номер 36. Это нижний, левый, шестой зуб, первый маляр. Первым делом надо идти к терапевту. Я вас, может быть, вам открою Америку или что-то новое скажу, Николай Николаевич. Но вот и вообще-то начинается все с терапии, а не с ортопедии. Да, делается рентгеновский снимок, изучается состояние костной ткани вокруг апексов корней зубов. Но не на предмет того, насколько качественно или некачественно запломбированы каналы. Как только произошел отлом коронковой части зуба, система корневых каналов в этом зубе считается контоминированной микробами. Все, она инфицирована априори. Ее качество, ее пломбировки нас вообще не интересует больше. Этот зуб скомпрометирован. Его подлежит обязательно перепломбировывать. Ну, как бы, наверное, с учетом разбивки стоматологии на терапию, хирурги-ортопедию, которую вы исповедуете, наверное, это все-таки надо идти к терапевту, чтобы терапевт сделал рентгеновский снимок и перепломбировал канал. Новая информация, я уверен, для многих. Перепломбировать канал нужно с кофертами. Это вот такие разноцветные эластичные мембраны, которые я очень много показываю в своих видео. Вот в прошлом году я опубликовал плейлист Никтон, roberdomology.nikton.ru 100 кейсов с применением красивейших бирюзовых, светло-зеленых мембран, супер качества. Параллельно мы там еще открыли веб-сайт nikton.ru, и вот эти кейсы публикуются туда. Но это 100 клинических примеров того, как применять платок для изоляции корней зубов или зубов в разных случаях. Так вот, если изоляция корня на этапе его перепломбировки, ревизии каналов не происходит, вот все остальное вообще не нужно. Я в прошлом видео позволил себе нецензурно высказываться несколько раз. Мне позвонила моя еврейская мамочка и сказала, что так делать нехорошо. Я подумал, ну как вот Фаина Раневская, которая говорила, ну как вот может быть, что жопа есть, а слова для этого нет. Ну, сказать, что вкладка это хорошо, я не могу. Ну, видите, любая стальная, там металлическая часть, вставленная в корень зуба, это террористическое оружие, направленное против корня зуба. Потому что, как вот ортопед, наверное, должен человек знать, что у тканей корня зуба, дентина, и кобальт-хромовой литой вкладки, или титанового штифта типа юниметрик, разный модуль упругости. Это первое. Соответственно, вот этот вот клин, вклиненный в корень, рано или поздно создаст вертикальную трещину корня. Двухкорневая вкладка, вставленная в маляр, тоже создаст рано или поздно большую проблему. То есть, я не видел ничего хуже, чем вкладка, вставленная в двухкорневой зуб. Это двухкорневая вкладка, вставленная в двухкорневой зуб. Это, по сути, приговор. Потому что, как бы, мода на эти вкладки была в России. Когда кофердам особо в ходу не был, да его и сейчас особо он не в ходу, естественно, как это все вклеивалось? Это вот два валика ваточных под язык и за щеку, вся вот эта вот мотня со слюнями, значит, на вот этом вот валике, и вот в этом все туда вклеивается вклад. Значит, терапевты, нет, не терапевты, терапевтши, я записал несколько роликов о таком вот как бы специалисте в стоматологии терапевтши. Вот терапевтши пломбировали каналы с ваточками, а ортопеды вклеивали туда вкладки с ваточками тоже по бокам. Перелечивать такие зубы, это очень сложно. Я перелечиваю такие зубы, я трачу час на то, чтобы продольно распилить вкладку, аккуратненько ее вот расшатать, вот развуком мощным вынуть ее. После того, когда у меня вот ассистент, который со мной работает, на все это посмотрела, я сказал, что ты смотришь? Он говорит, Александр Дмитриевич, я раньше видела, что такие зубы только удаляют. И вот ко мне присылают, приходят пациенты из крутых клиник, из сетевых клиник, из институтов, после консультации с ортопедами, которые отправили к хирургу, потому что не хотят возиться с этим. Хирург сказал удалять. Я эту вкладку извлекаю. С применением кофердама создается преэнгодонтический билдак, надстройка. Потому что коронки нет, вкладку вынули, остался корень. Работать с ним можно, только если мы нарастим корень, все стенки над уровнем десны, и можем дальше выполнять традиционное лечение, назовем это так, периодонтито в этом зубе. Хотя, может быть, симптоматики никакой нет, а иногда и есть симптоматика. Вот где вся эта информация в виде видео сохранять или удалять корень? Давайте тогда обсудим дальше очень важный момент, о чем надо думать. Вот врач-хирург, который говорит, что вот приговор корень, корень надо удалять. Это не значит, что он Люцифер, понимаете, как земля его вообще носит такого. Он может говорить очень правильно. Может, он это говорит внешне, бесапелляционно. Потому что он 20 лет смотрит на вот эти вот гневушки во рту, которые представляет себя страна пеньков и мостов. И он знает прогноз, без рентгеновского снимка даже знает прогноз. Вы знаете, почему он знает такой прогноз? Скажу вам, очень тоже интересная информация, может быть новая. Что у зуба должен быть сохранен такая часть, как феру. Феру – это, по сути, вот как пояс у тяжелоатлета, который держит брюшную полость, позвоночник, поясницу, чтобы во время поднятия тяжести циклической жевательной нагрузки на этот корень, чтобы зуб не раскололся. Так вот, феру – это плотный, толстый поясочек дентина в области шейки, где происходит переход корня в коронку. Вот если феру у зуба сохранен над десневой, прогноз хороший. Если не сохранен, прогноз плохой. А дальше стоит вопрос, а за чей счет весь остальной банкет, если мы сохраняем такой зуб? Почему вы не упомянули в видео о необходимости пациенту предложить не сохранять этот зуб ортопеду, а подписать ИДС – Индивидуальное добровольное информационное согласие на то, что мы сохраняем вам зуб, но вообще без гарантий? То есть, вы готовы заплатить пятнашку за перелечивание трёхканального зуба? Еще за вкладку упомянуты были в этом коротком видео цирконевые вкладки. Вот такого разводника я давно уже не видел. Зачем нужны цирконевые вкладки даже во фронтальном отделе зубов? Честно говоря, я не понимаю. А после вкладки еще короночку за тридцатку. Вы выйдете на стоимость 50, 55, 60 тысяч за перелечивание и перепротезирование зуба. Без гарантий. Вы готовы платить вот такие деньги без гарантий? Или вы готовы взять такие деньги с пациентом, не давая ему никаких гарантий? Я лично не готов ни платить, ни брать такие деньги с пациентом без гарантий. В этом отношении надо оценивать прогноз. Зуб с токсичным корнем, инфицированным, даже проломбированным ранее, там начнем, резорцинформалином, потом фосфатцементом, потом какой-то стухшей гутой. Имеет прогноз иногда зачастую с компрометированным переопекальным участком кости очень плохой. Если такой зуб убрать, пока еще есть кость, картикальная, переопекальная, и поставить туда имплант, такой имплант может служить до 30 лет. Дальше просто наблюдений нету в мировой литературе. С сохранением хорошего, примыкающего к нему краевой десны. С необнажившимися международными промежутками без черных треугольников. Вот о таких вещах надо было бы, чтобы ортопед рассказал нам. А нам сказали только очень простую вещь. Что вы думаете? Хирург, он же что, оттяпать все, и нет корней, нет проблем. Ортопед, он сохранит, он молодец. Так вот, я не думаю, что это хороший сценарий для видео, и что это правильное видео, и что это вообще правдивая стоматология. Это ересь. Мы должны, по правде, если, давайте так, по правде, рассказать пациенту о факторах, влияющих на прогноз сохранения этого корня. Один из них я вам упомянул. Наличие феррула. Второй фактор. Возможность зафиксировать кофердам для начала перелечивания. И если да, или нет. Это зависит еще от биотипа десны. Третье. Содержимое канала. Оно инфицированное, но какое оно? Можем мы его распробировать или нет? Иногда в нем еще встречаются фрагменты отломанных эндотонтических инструментов. Это тоже очень важно. Учитывать в качестве прогноза. Чем восстанавливать этот зуб? Вкладкой? Да боже упаси. Я как пациент, если мне скажут, я сейчас вам зафигачу сюда хорошую вкладочку, индивидуальную, для вашего корня, я встану из кресла и уйду из клиники. 21 век. Вот четверть века уже прошла. Какие индивидуальные вкладочки? Вы о чем? Какие цирконевые вкладочки? Вы о чем? К цирконию нет никакой адгезии вообще. Зачем он нужен в этом корне? Только за то, что у него надкорневая часть беленькая. Ну как бы... А почему бы не поставить туда хороший стекловолоконный штифт, вклеенный туда с кофердамом, с оксидом алюминия, с бондом четвертого поколения. Даже один такой штифт лучше держится, чем вкладка. Он вклеен чище. У него модуль упругости такой же, как и близкий к дентину. Только хороший. Мы получаем бесшовную монокомпонентную фиксацию между дентином, штифтом, штифтом и цементом, или цементом двойного отверждения, или композитом и коронкой безметалловой. Все только лучше. А здесь у нас переход сред. Корень цемент, цемент вкладка, вкладка цемент, коронка. Все материалы разные, они все полимеризуются по-разному, а к цирконию вообще ничего не полимеризуется. В чем смысл, в чем логика вообще-то? Таких предложений, планов лечения пациенту. Только стекловолоконный штифт, хороший, вклеенный на соответствующим образом обработанную, абсолютно чистую, стерильную поверхность корня, перелеченную после периодентита, пусть даже и бессимптомного, но из дезинфицированного корня, мы еще его считаем скомпрометированным. Вот это понятно, вот это логично, вот это по правде. А 6 минут, что хирург, идиот, ортопед, молодец, давайте мы вам сейчас вкладочку вклеим. Слушайте, я в шоке от таких видео, честно. Далее, это мы только штифт разобрали. Ферола не хватает, клинической высоты не хватает. Можно рассмотреть вариант сохранения, опять же, с терапевтом, путем экструзии корня зуба из альвеолярного отростка при помощи ортодонтической тяги. Это не быстро, но такой зуб тоже можно сохранять. И при этом, я считаю, что удаление безнадежных корней зубов это хорошая, правильная, оправданная методика, рекомендовать которую может доктор на основании составления прогноза конкретного корня зуба и рекомендовать в установленные сроки либо немедленную имплантацию в зависимости от перепекального состояния костной ткани, либо от вообще объема костной ткани и прогноза устойчивой, хорошей первичной стабильности импланта при его установке немедленной или отсроченной. Вот это я вкратце, по самым-самым верхам вам обозначил направление, в котором надо думать. Если меня смотрят пациенты, то вот примите эту информацию, пожалуйста, к сведению. Вот это вот правдивая стоматология. В отличие от того, что нам в Ютьюбе выкидывается иногда в рекомендациях к просмотру. Ну, а как бы тема не раскрыта, уважаемый Николай Николаевич. Эта тема тоже не раскрыта. Она ввела нам фундаментальную диантологическую ошибку в виде дезрупции между хирургом и ортопедом. Она не упомянула совершенно о необходимости терапевтического лечения вот таких вот корней. То есть, это к ортопеду вкладочку поставить. Я вот эти вкладочки удаляю килограммами из зубов, чтобы потом их перелечить нормально. Моя личная рекомендация – это стекловолоконные штифты, вклеенные с кофердамом на хорошую систему Бонда и протезированные безметалловыми коронками, если хороший прогноз зуба. Вот у меня лечение такого корня между распландировкой канала и фиксацией коронки может занимать несколько месяцев. С выжиданием периода наблюдения за таким корнем, под ведением его под временной коронкой, выполненной по индивидуальному восковому ваксапу, с переносом этого в макап в рот пациенту на этот корень, с нагрузкой его полноценной и наблюдением, держится это или не держится. И вот вклеенный билдап без штифтов иногда держит это все месяцами, качественно. Такое в стоматологии бывает. Это работает технология, ее надо применять, грамотно использовать. Но вкладки – это зло. Это просто, на мой взгляд, просто неграмотно. До следующей серии, уважаемые зрители моего YouTube-канала. Комментарий не требуется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...